Жидкий азот в специальную пенопластовую ванночку. Наливаем примерно две трети ванночки. Температура минус 196 градусов по Цельсию. Одна замороженная капля. Этого достаточно для зарождения коровьей жизни. Студенты агроуниверситета по сути работают с золотым генофондом России. Подшефные быки-производители. Лучшие в стране. Анна Алексеева первый год в магистратуре. Появление на свет телят в прямом смысле ее рук дело. Сама из глубинки Пермского края, еще когда поступала в аграрный, знала. Будет в ответе ни больше ни меньше за продовольственную безопасность страны. Поскольку я из сельской местности, все-таки из небольшого города, я понимаю, что без сельского хозяйства наша страна не выживет. Без собственного производства продукции. Эта корова по праву носит звание заслуженной. В день нитка выдает 50 литров молока. За буренками, которые выведены при участии агроуниверситета, другим рогатым соотечественницам, пока не угнаться. В молочном плане эти животные не превзойдены. В среднем по Российской Федерации они далеко обгоняют. И наши ведущие племенные заводы, такие как Робитицы, Гражданский, Ленинский путь, они уже давно перешагнули десятитысячный рубеж на корову за год молоком получаем. Все 110 лет Санкт-Петербургский государственный аграрный университет буквально головой отвечал за продовольственную программу Российской империи, потом Советского Союза, затем Современной России. Родоначальником вуза стали женские сельскохозяйственные курсы. 40 преподавателей и всего 80 студенток. Они открылись в 1904 году. Инициатором был патриарх русского земледелия профессор Иван Стебут. На протяжении века институт десятки раздробили, вновь соединяли, изменяли название. В войну эвакуация. После вернулись обратно с названием Пушкинский сельскохозяйственный институт. Но вот 90-е чуть было не поставили крест не только на обучение аграриев, но и в всем продовольственном комплексе страны. Несчастлива та земля, которая не кормит свой народ. Если мы довели нашу землю до такого состояния, что она нас не может кормить, то это неправильно, это неправильно мировоззренчески, это неправильно политически. Профессор Виктор Ефимов помнит, как необъятные пашни страны вмиг стали зарастать бурьяном. В кресле ректора он почти 10 лет. Над рабочим столом портрет Пушкина. Александр Сергеевич для него главный герой нашего времени. Из 240 миллионов гектаров чернозема на земном шаре, 120 миллионов гектаров, то есть 50%, находятся на территории России. Значит, потенциал наш порядка миллиарда человек мы могли бы спокойно прокормить, если нормально формировалось бы сельское хозяйство. В университете обучаются 8 тысяч студентов, причем в аудиториях слушатели из более чем 40 стран мира. Рядом строится деревня 21 века, так называют новую базу для практики. Парк скоро откроется и дипломные предложения студентов, возможно, найдут здесь своего потенциального потребителя. Впрочем, у вуза площадок для написания дипломных работ и так множество. Практически все, что называется, в шаговой доступности от лекционных залов. На стенах производственных площадок, где студенты агроуниверситета проходят практику, доски почета. Здесь фотографии настоящих ударников труда, тех, кто поднимает сельское хозяйство. У нас такие, как стены черно-пестрые, у нас такие айширы. И что, покупая скот в ленинградских хозяйствах, все потом стоят в очереди и ждут, пока торжет их очередь. Вот черно-пестрая порода кур. Результат работы птичников и ученых. Она уже занесена в учебники. Не только кулинарные, но и аграрные. А эта порода самая молодая. Назвали по месту прописки и селективных экспериментов Пушкинская. Это единственная порода новейшей истории России. То есть на протяжении последних 30 лет новые породы не создавались у нас в стране. Видно светлый петушок и достаточно темная курочка ряба. Обратите внимание, это вот именно курочка ряба, как из сказок. О курочке рябе Ксения, конечно же, слышала. Но ее конек лошади. Особенно это ганноверской породы по кличке Гамма. Бывшая выпускница аграрного университета Берейтер, то есть учитель верховой езды. А Гамма тоже успешный результат аграрных биотехнологий. В 14 лет переехала сюда, в Петербург. И у моего отца есть знакомый, это мой казак. У него свои лошади. Последствия санкций, говорит Виктор Ефимов, проблем не добавили. Наоборот, работа закипела. В планах открытие настоящей молочной академии. К тому же идут переговоры о создании российско-китайского центра аграрных технологий. Гости из Поднебесной базой для него видят Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. Сергей Семенов, Александр Глебов и Сергей Ларичев. Вести. Санкт-Петербург.